Пока итоги предварительные, подчеркивает замминистр образования региона. В сентябре пройдет еще одна волна пересдач. Но основной этап ЕГЭ пройден и его результаты в целом лучше, чем в прошлом году. Так, средний балл вырос по большинству школьных предметов. Профильной математики, общество знанию, биологии, физике. Последний факт специалистов особенно радует. Молодежь все больше идет в инженеры. Но без ложки дегтя не обошлось. По трем школьным дисциплинам, русскому языку, химии и информатике, есть небольшой провал. Анализируется каждый ребенок, каждый класс, каждый муниципалитет, каждая школа. Для того, чтобы понять, не для того, чтобы кого-то наказать, а для того, чтобы понять, в чем вот эти дефициты, почему затруднения были вызваны и как эту ситуацию преодолеть. В этом году у учащихся впервые была возможность пересдать любой предмет по выбору. Вторым шансом на успех в так называемую президентскую пересдачу воспользовалось почти 1300 школьников, в том числе 5 высокобальников. Тех, кто набрал от 80 до 100 баллов в основной этап экзаменов. Удача улыбнулась большинству, но не всем. Это те ребята, которые принципиально, получив 93 балла, шли на пересдачу, чтобы получить 100. Вот таких ребят было 5. Три из них пересдали на улучшение результата и два на ухудшение. Но общее число выпускников, которые показали максимальные баллы, по сравнению с прошлым годом выросло. В этом году их 63, в том числе 5 человек, набравших 200 баллов и 1 300. При этом немало учащихся решилось обжаловать результаты ЕГЭ. На апелляцию подали 79 человек. Трое заявления, правда, после забрали, а положительным пересмотром дело закончилось у 9 экзаменуемых. Без права какого-либо пересмотра и пересдачи в этом году остались 3 человека за нарушение. Двое попытались пронести телефоны, одного поймали со шпаргалкой. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.